Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписались, рекомендую вам это сделать, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. Но не только в формате тест-драйвов, а также в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор из серии «Про что нужно знать, выбирая поддержанный автомобиль» будет немножко особенным. Это касается в том числе и выбора объекта, про который мы будем вести сегодня свое повествование. Этот автомобиль представлен на российской вторичке очень и очень широко. Машин таких в продаже достаточно большое количество, как с левым, так и с правым расположением руля. Есть и ввезенные в свое время из Соединенных Штатов Америки экземпляры. Разброс цент на эти автомобили также весьма немаленький и иногда достигает достаточно больших значений. Скажем, от 450-500 до, скажем, полутора миллионов рублей за заряженный прокачанный экземпляр в отличной кондиции. Актуальность этого автомобиля в том, что многие люди по инерции, рассматривая для покупки, скажем, полноприводный универсал в диапазоне 600-800 тысяч рублей, так или иначе, мыслят о том, чтобы прикупить себе подобную машину. Именно для вас мы сегодня разыскали у одного из наших подписчиков подобный экземпляр и на его примере разберем, про что же следует помнить, выбирая себе поддержанный Subaru Forester в кузове SG. Второе поколение Subaru Forester с кузовным индексом SG появилось в 2002 году. На конвейере эта модель продержалась, не сказать, чтобы очень уж много, всего 6 лет. Последние экземпляры этих автомобилей сошли с конвейерных линий в 2008, когда ему на смену пришло следующее поколение с индексом SH. В 2005 году модель слегка видоизменили, проведя через рестайлинг. Внешне рестайловые Forester отличаются четырехглазой оптикой, как в нашем случае. Произошла также модернизация линейки агрегатов. Немало изменений было привнесено и в саму конструкцию автомобиля. Так что дорестайлинговый и рестайлинговый SG кузов это немножко разные машины. Что касается гаммы двигателей и коробок передач. Эти универсалы повышенной проходимости могли оснащаться только бензиновыми агрегатами. Литраж 2 и 2,5 литра. Как в атмосферной, так и в турбо-версии. В зависимости от рынка сбыта эти автомобили имели свою агрегатную линейку под капотом. Со своей спецификой и разной мощностью. Коробки передач механические, либо автоматические. Ну а привод только полный. Наш сегодняшний экземпляр это рестайлинг 2006 года с атмосферным мотором на 2 литра 158 лошадиных сил. Автоматической коробкой передач и в европейской спецификации. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля. Про качество и толщину локрасочного покрытия. А также про его сопротивляемость к коррозии. Что касается качества покраски, то в данном случае говорить об этом уже бессмысленно. С поправкой на годы, прошедшие с момента выпуска этих автомобилей. Большая часть таких машин на рынке уже так или иначе будут иметь косметические окрасы по кузову. И пугаться этого не надо. Самый основной момент, про который следует помнить, выбирая себе поддержанный СГ кузов. Это, обратите внимание, на отсутствие следов ремонта после серьезных аварий. И второй момент, который также нужно обстоятельно проконтролировать. Это наличие, вернее отсутствие на кузове коррозии. И если в первые годы жизни этих машин, как правило, никаких проблем по части ржавчины у собственников не возникало, то на настоящий момент картина более или менее сложилась. В группе риска здесь, в принципе, практически все то же, что можно встретить в ржавом виде на моделях других конкурирующих производителей. Смотрите задние арки, пороги, днища автомобиля. Ну и, конечно же, на всякий случай внимательно осмотрите подкапотное пространство этих автомобилей. Ржавый налет на болтах и элементах крепежа – это, в принципе, более или менее нормальное обычное явление. Сильно пугаться этого аспекта не стоит. Но на нашей практике попадались дорестайлинговые СГ кузова с коррозией моторного щита, причем сквозной. Так что по кузову эту машину нужно смотреть в любом случае достаточно внимательно. Что касается салона СГ кузова, то на самом деле здесь не так уж и много моментов, на которые стоит обращать внимание. По сути дела, каких-либо характерных только для этого кузова болячих здесь по большому счету нет, тем более особо дорогостоящих. Пожалуй, наиболее распространенной на старых машинах проблемой будет проблема с CD-чейнджером на штатной магнитоле. Также рекомендуем проверить блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Достаточно часто бывает, что клавиши управления именно на водительском пульте подглючивают, либо работают через раз. Также при тест-драйве автомобиля обратите внимание, чтобы в салоне не было четко выраженного аэродинамического шума свиста и поддуваний по неплотно прилегающим стеклам дверей, поскольку именно подобный момент может указывать на аварийное прошлое машины, когда геометрия кузова ушла и теперь никакая регулировка не помогает исправить возникшую негерметичность. Конечно, в любом случае проверьте все электрооборудование на борту от климатической установки до подогрева в передних сидений. Но на большинстве подобных автомобилей с этим все должно обстоять хорошо. Ну а теперь пару слов про моторы под капотом второго Форестера. На самом деле двигателей здесь было достаточно немало. На дорестайлингах и рестайлингах моторы стояли в разной спецификации, скажем так, разных моделей. То же самое касается и версии Форестеров для разных рынков. То есть, как минимум, они имели различную мощность, плюс конструктивные особенности индивидуальные. Поэтому, скажем, не всегда можно легко и безболезненно болтон заменить вышедший из строя двигатель, например, на американской версии, вкинув под капот мотор от японца. Кое-какие доработки придется по ходу сделать. И по большому счету у всех этих двигателей сходные проблемы. Итак, в основной массе среди двигателей, которые встречались под капотами Форестеров, были для дорестайлинга европейца EJ201 на 125 лошадиных сил или 137 лошадиных сил версии для японского рынка. Это единственный во всей гамме мотор, одновальный, так называемый, сингл оверхед кэмшеф. То есть, на каждую головку блока приходится по одному распредвалу. Естественно, это безнадувный двигатель с самым обычным распределенным впрыском топлива. На рестайлинговых автомобилях младшим в линейке по мощности оказался уже EJ204, уже имеющий систему фазорегулирования Active Valve Control System AVCS на впускных распредвалах. Этот мотор уже четырехвальный. Турбированный же агрегат был представлен на дорестайлинге в двух ипостасях EJ205, но при этом он имел две версии на 177 и на 220 лошадиных сил. В зависимости от рынка сбыта эти моторы также имеют между собой конструктивные отличия. Были на американских версиях и разновидности моторов серии EJ25, то есть 2,5 литровые в атмосферной версии. Ну а топовыми по мощности стали моторы серии EJ255. 2,5 литра рабочего объема, турбонаддув и мощность в диапазоне от 210 на дорестайлинговых до 265 на некоторых спецверсиях для японского рынка. А говоримся сразу, что если вы смотрите Subaru Forester для себя на каждодневное использование и не планируете строить из него гоночный болид, или вообще в целом вы не любите ездить особо динамично и турбомотор вам не нужен, то как минимум 2,5 литровые турбоверсии мы бы рекомендовали вообще не рассматривать, поскольку если вы не планируете использовать весь потенциал этих агрегатов, то те возможные проблемы в эксплуатации, которые данные моторы могут вам подкинуть, и стоимость этих самых проблем вам будут совсем не кстати. Моторы объемом 2,5 литра получились чрезмерно теплонагруженными и склонными к перегреву, причем с достаточно губительными для силовой установки последствиями. Сказывается также и более жесткий режим эксплуатации. К 2-литровым турбомоторам здесь, пожалуй, вопросов поменьше, по крайней мере эти силовые установки не так склонны перегреваться. Ну а если вы ищете для себя вариант на каждый день, чтобы просто перемещаться в пространстве, более или менее уверенно, без боязни где-то застрять, то рекомендуем остановить свой выбор на атмосферном 2-литровом моторе. Что касается конкретных слабых мест, на которые нужно обращать внимание при осмотре поддержанного экземпляра, по большому счету для любого мотора они будут справедливыми. Надо сказать, что система фазорегулирования АВЦС в данном случае не является сама по себе каким-то особым источником проблемы, разве что муфты АВЦС могут дополнительно служить источником масляных подтеков. Течи масла и течи технических жидкостей это первое, на что следует проконтролировать понравившийся поддержанный экземпляр. Осматривая автомобиль снизу, обратите внимание на то, чтобы не было течи ни по прокладкам клапанных крышек, что встречается здесь достаточно часто, ни что хуже, поскольку может указывать на предшествующий перегрев мотора, течь масла по стыку головки блока цилиндров с самим блоком. Также, если радиатор охлаждения на автомобиле установлен еще родной, что вряд ли, поскольку достаточно большое количество владельцев подобных автомобилей уже в свое время ставили неоригинальный радиатор, ввиду появления течи антифриза по старому, его также следует обязательно проверить на предмет того, чтобы он не бежал, поскольку именно протечка и потеря антифриза через основной радиатор охлаждения, как правило, и служит причиной последующего перегрева двигателя. Что касается регулировки зазоров клапанов, то ни один из моторов в СГ-кузове не имел гидрокомпенсаторов. Регламент, заводской регламент проверки зазоров, проверки, а не регулировки, составлял 150 тысяч километров пробега. На практике этим мало кто занимается, и по большому счету вспоминать о необходимости регулировать клапанные зазоры вам придется, скорее всего, только в случае, если вы поставите на этот двигатель газобаллонное оборудование. Также при осмотре подобного экземпляра обязательно проконтролируйте состояние ремня ГРМ, поскольку на данных моторах его обрыв может привести к плачевным последствиям. А проверить его состояние не так уж и сложно, чтобы этой процедурой при осмотре пренебрегать. Регламент замены ремня это порядка 100 тысяч километров пробега, но мы бы все-таки рекомендовали до этих цифр не дотягивать. С поправкой на то, что если вы использовали не оригинальный ремень, дубликат, то не совсем понятно, какой же, собственно говоря, ресурс производитель в него закладывал. Поэтому не забывайте при каждом более или менее серьезном ТО поглядывать за состоянием вашего ремня ГРМ. Ну и последний момент, связанный с данными двигателями, в силу некоторых особенностей конструкции поршневой группы, на этих моторах, особенно вследствие предшествующего перегрева, даже если он не был слишком продолжительный, вполне могут залегать маслосъемные кольца, что приводит впоследствии к появлению, собственно, расхода масла на угар. Даже атмосферные двигатели в данном случае вполне могут допустимо потреблять порядка двух литров масла на 10 тысяч километров пробега, где-то плюс-минус. Но при осмотре поддержанного экземпляра, если мотор еще стоит родной, ну даже если предыдущий владелец заменил его на контракт, без разницы, обязательно, как минимум, хотя бы разгазуйте автомобиль и посмотрите, не вылетает ли в трубу масляный дым. В целом же, если вам повезло и вы нашли себе живой Форестер с неубитым двигателем, будете менять в нем масло хотя бы раз в 7-8 тысяч километров пробега для атмосферного и раз в 5 для турбоварианта, и будете заправлять машину кондиционным топливом, а не лить туда, что попало на первой попавшейся заправке, особенно это касается турбомоторов, данные силовые установки будут способны отработать где-то за 300 тысяч километров пробега. Естественно, если речь идет про турбоагрегаты, там все будет очень сильно зависеть от режима эксплуатации автомобиля. Но, положа руку на сердце, на атмосферных фориках встречаются пробеги и гораздо больше этой психологической отметки. В процессе эксплуатации автомобиля, кстати, все же не забывайте следить за уровнем масла. Упущенный уровень на любом из моторов мгновенно приведет вас к поиску контрактного агрегата вследствие проворота вкладышей. Перед тем, как переходить к коробкам передач и полному приводу этого автомобиля, заметим следующее. Из анекдотов про Subaru мы знаем про стучащие двигатели, но, как показывает практика, все же чаще стучат турбо-версии, поскольку эти моторы изначально более высоко форсированы, более нагружены и не очень благополучны по части заводской поршневой. Если вы смотрите вариант с атмосферным двигателем, конечно, будет не лишне завести такой автомобиль на холодную, послушать его на предмет отсутствия стуков, но, как правило, атмосферные версии живут намного дольше. Если же в один прекрасный день, запустив двигатель Форестера на холодную, вы все же услышали неприятный стук со стороны цилиндропоршневой группы, с большой долей вероятности, если этот стук проходит на горячую, у вас еще есть в запасе достаточно приличный отрезок времени в течение которого вы можете эксплуатировать машину, правда, поглядывая все-таки за уровнем масла. Но, если машина, которую вы собираетесь приобретать, стучит уже на горячую, то в этом случае будет уместно торговаться с продавцом на стоимость замены мотора. Что касается коробок передач, Форестеры этой генерации комплектовались как механическими, так и автоматическими коробками. Что касается механики, то к самой коробке, по большому счету, вопросов здесь нет, если говорить про атмосферные версии. Ресурс компонентов сцепления на атмосфернике это около 150 тысяч километров. На турбоавтомобилях сцепление живет поменьше, а если машина эксплуатируется достаточно активно в гоночном режиме, то значительно меньше. В некоторых случаях комплект сцепления может не дотянуть и до 100 тысяч километров. Также на вторичном рынке с поправкой на годы и пробеги данных машин встречается достаточно большое количество турбофорей с уже установленной контрактной коробкой. По части автоматических трансмиссий же каких-то особых претензий нет. Все автоматы на этих машинах были способны сновья отходить за 250-300 тысяч километров пробега при условии регулярной замены рабочей жидкости с фильтрами и более или менее разумного режима эксплуатации автомобиля. В некоторых случаях после 150 тысяч километров пробега коробка могла запросить обслуживание по части соленоидов гидроблоки. Но нельзя сказать, что это очень распространенное явление. Что касается системы полного привода, то на автомобилях с механикой и с автоматом она выглядит немножко по-разному. На механической трансмиссии ваш автомобиль всегда постоянно полноприводный. При этом есть межосевой дифференциал с вискомуфтой. Вот с этой самой муфтой как раз и бывают проблемы у некоторых чрезмерно ретивых эксплуататоров фориков. Особенно это касается турбовых автомобилей. На тест-драйве автомобиля с механикой и на всякий пожарный обратите внимание на то, как Форестер маневрирует на небольших скоростях на сухом асфальте. То есть попробуйте элементарно развернуться на этом автомобиле. Если вам показалось, что машина как-то не очень адекватно себя ведет, неохотно поворачивает, либо тащит какое-то колесо волоком по внешнему радиусу, вполне возможно, что после покупки вам все же придется разбираться с вискомуфтой. На практике это означает замену заднего редуктора. Приятным бонусом покупателей атмосферных автомобилей с механической коробкой передач будет понижайка, которая может менять передаточные отношения в коробке примерно в полтора раза, что значительно помогает при езде по бездорожью. У турбовых версий на механике никакой понижающей передачи, естественно, не будет. Автоматическая же трансмиссия выглядит немножко по-другому. С ней Forester больше переднеприводный по характеру, и при этом на заднюю ось может перебрасываться до 45% крутящего момента в то время, когда это будет необходимо. При тест-драйве автоматного форика обязательно обратите внимание на то, чтобы задняя ось не включалась в работу с заметным ударом или пинком, тычком. Это не есть нормальный режим работы системы. С поправкой на возраст и большие пробеги большинства этих автомобилей на тест-драйве обязательно обращайте внимание на наличие, вернее, на отсутствие посторонних шумов в виде гула и воя трансмиссионного плана. Конечно, всегда есть вероятность, что гудеть на ходу может и ступичный подшипник, но на всякий случай на профильной станции лучше убедиться, что это, например, не редуктор. Подвеска на форике Большинство компонентов, даже такие вещи, как втулки, стойки и стабилизаторы здесь выхаживали за 60 тысяч километров пробега сновья, это если говорить про оригинальные детали. Ресурс передних амортизаторов, например, и вовсе превышал 120 тысяч километров пробега. Передние амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники, все это на форях спокойно работало за 120-130 тысяч километров пробега. А вот что касается рулевой рейки, то именно на нее при покупке поддержанного форика следует обращать самое пристальное внимание. Рулевая рейка здесь гидравлическая, соответственно, мы можем видеть на возрастных автомобилях как, собственно, течь по сальникам рейки, так и течь по магистралям гидроусилителя руля. И все эти моменты, естественно, будут поводом для торга. Рейка здесь не какая-то уникальная по конструкции, она спокойно ремонтируется, но это дополнительные затраты. Кстати, если вы выбираете между право- и леворульным автомобилем, имейте в виду, что поставить контрактную рулевую рейку на праворукую машину, по крайней мере, в восточной части нашей страны, будет намного дешевле, чем искать где-то контрактный узел на леворульный автомобиль. Но детали ходовой части это, по большому счету, все же расходники. А вот, находясь снизу под понравившимся форестером, желательно осмотреть, воспользовавшись моментом, стыки головок блока цилиндров и самого блока, посмотреть, чтобы не было течи масла по прокладкам клапанных крышек, а также по передней части мотора, из-под сальников коленвала или распредвалов. Что касается задней подвески, здесь у нас многорычажка, соответственно, все это хозяйство совершенно спокойно выхаживало за 150 тысяч километров пробега, будучи новым. Но с поправкой на то, что пробег большинства таких автомобилей уже где-то приблизился или давно перевалил отметку в три сотни, что и какого производителя было сюда установлено предыдущим хозяином, наверняка знать нельзя. Поэтому говорить о ресурсе тех же сайлентблоков задней подвески на сильно б.у. автомобиле уже не приходится. Пожалуй, единственным изначально конструктивно слабым элементом задней подвески второго форестера можно было назвать заводские задние пружины, и то не на всех комплектациях. Бывало, они просаживались к достаточно небольшим пробегам, около 100 с копеечкой тысяч километров. Что касается, например, кардана или приводов, то по этой части у фориков каких-либо врожденных явных болячек нет. И здесь все упирается в остаточный ресурс в силу большого пробега автомобиля. Ну а теперь выводы. Собственно говоря, Форестер в кузове СГ это действительно автомобиль, еще из тех времен, когда машины разрабатывали инженеры, а не маркетологи. С точки зрения ощущения от автомобиля и, скажем так, с точки зрения его универсальности, практичности, это очень хорошая машина была и остается. Но время, возраст этих автомобилей и большие пробеги свою лепту, конечно же, вносят. Поэтому, если вы решили твердо, что вам нужен именно СГ-кузов, вы не хотите смотреть более современное поколение по каким-то соображениям, то наш вам совет. Не тратьте время на поиск подобных автомобилей по самому низу рынка. По большому счету, если вы задумались о покупке СГ-форика, то ваша задача будет найти для себя экземпляр с самым целым кузовом. И крайне желательно в ухоженном состоянии, дабы сразу после покупки не заниматься вкладыванием огромного количества денег и времени в реставрацию автомобиля, что применительно к таким машинам может влететь в копеечку. Также, если вы проживаете на территории восточнее Уральских гор, то наша рекомендация, в случае, если вы действительно хотите найти для себя живой, ухоженный СГ-форестер, больше обращайте внимание на версии с правым рулем, поскольку в случае чего восстановление подобного автомобиля может оказаться на самом деле дешевле. Да и, как ни странно, по нашему наблюдению у праворульных Фориков, в свое время привезенных из Японии, в целом состояние кузова зачастую оказывается лучше, чем у их леворульных европейских собратьев. На сегодня это все. Если наш обзор оказался в чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Также, если у вас был или есть Форестер в СГ-кузове, проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть, чем нас дополнить и чем нас поправить, пишите в комментариях. Людям, которые до сих пор ищут себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!